Рязанский фольклор и архаичные образы послужили источником вдохновения для создания объемных композиций. Это серии «Русская песня» у реки, темами для которых стали народные песни. В серии «Архаичные символы» автор использовала широко известные изображения оленей, всадников, птиц, коней, которые притягивают своей загадочностью и тайной древних смыслов. Источником для создания композиции «Рязанские древности» явились изображения серебряных наручей и складов старой Рязани. Мы славяне и мы русские. В частности, вот здесь работа, в которой мы стоим, я вдохновлялась мотивами вышивок. Вот эти богини языческие или двуголовые кони – это все мотивы, которые использовались в русской вышивке. Конечно, было сложно их перевести в объем, но тем не менее общий силуэт и стилистику я хотела сохранить, но привнесла здесь что-то свое. В своих работах Галина Александровна использует различные техники, в частности, технику восстановительного обжига. Именно этот сложный химический процесс позволяет добиваться тонких цветовых переходов глазури, имитировать эффект перламутра и акварельной легкости. Непредсказуемый результат, который невозможно предугадать, позволяет создавать абсолютно уникальные, неповторимые произведения. Даже те методы, которые как будто бы новые, на самом деле, как говорят, это хорошо забытые старые. То есть, это те технологии, которые использовались и 100, и 200 лет назад. Ну, такие, например, как обжиги восстановительного огня – это дровяные обжиги, которые я делаю в деревне. Я продолжила эту работу, и этой весной, вот как только потеплело, можно было начать уже работу в деревне, в печах. Я сделала эти работы, вот, например, вот эти вот две работы сделаны, около которых мы стоим. Произведения Галины Александровны можно увидеть в экспозиции Рязанского художественного музея, в Московском Всероссийском музее декоративно-прикладного народного искусства, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, в Иркутском областном художественном музее и многих других. На персональной выставке «Второй для мастера» около 30 работ, выполненных за последние несколько лет. Самые новые и волшебные. Увидеть их можно до 28 июня. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».